Дорогие друзья, я вас приветствую! Сегодня я бы хотел вместе с вами рассуждать об откровениях, которые Бог дает нам. И, наверное, нет ничего интереснее, когда человек получает свою жизнь от Господа какое-то откровение. И всегда возникает вопрос, что делать дальше, как не растерять то, что Бог вкладывает в нашу жизнь. Есть один текст, который помогает мне откровение, приходящее в мою жизнь, воплощать в реальность. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих, о нашем Господе сказано так. И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. По замыслу Божьему Бог для того, чтобы выразить Себя, что-то сказать нам, вочеловечился, воплотился. И, как написано здесь, в этом тексте, Слово стало плотью. Слово стало чем-то реальным, ощутимым и осязаемым. Это очень удивительно, об этом очень много можно рассуждать, но для себя лично я в этом тексте нахожу такую мотивацию, что когда Бог не спосылает какое-то слово в мою жизнь, оно обязательно должно найти воплощение в каких-то практических действиях. Мало просто удовлетвориться каким-то новым интеллектуальным знаниям, мало просто возбудить собственные эмоции полученным каким-то откровением. Если это не приводит к конкретным действиям, если полученное слово не воплощается в каких-то практических шагах, то получается и откровение, это тщетно само по себе. Божественные откровения должны приводить к перемене нашего поведения. Пусть Бог поможет нам правильно распоряжаться тем, что Он дает, и всегда задаваться вопросом, а что практически я могу сделать с тем словом, с тем откровением, которое пришло от Господа. Пусть Бог поможет нам увидеть это и благословит Твоим Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok